Вообще медведи все виноград любят. Она приехала в ящики с надписью «Осторожно кусается» и в первые же минуты пребывания в реабилитационном центре подтвердила «Так и есть». Сначала новенькая прогнала от мисок местных собак, затем взялась за десерт своей старшей тезки Маши Гималайской. Маша маленькая, медведица с характером и сложной судьбой. Охотники, как я понимаю, нашли берлогу зимой, точнее сказать, бурканьеры, и прямо в берлоге расстреляли маму, брата, а ей отстрелили лапу. По словам сотрудников Велеса, малышка адаптируется с феноменальной скоростью. Как не мешает ей отсутствие лапы, так не смущает ее разнообразная живость, которая проходит лечение в Раполова. Вернуться в лес медведь-инвалид не сможет никогда, но как только львица Бонни уедет на постоянное место жительства в Крым, переедет на улицу в освободившийся вольер. Бонни должна была на этой неделе уехать, но из-за Маши перенесли на следующую неделю. Ну и материально, и чисто физически по времени не получилось ее отправить. Машенька займет место сене, медвежонка из погреба, любимца сотрудников реабилитационного центра, спасти которого так и не удалось. И так их снова семеро, и у всех отличный аппетит. С отъездом львицы мясоедов станет меньше, но основная проблема в том, что косолапые хищники лишь наполовину. Летом им нужны свежие фрукты, хотя бы по ведру яблок в день. А сейчас не сезон плодовых культур. Животные выщипывают траву под фундаментом своих вольеров, дожидая возвращения из отпуска своих друзей и поклонников. И рассчитывая на помощь тех, кто остался на лето в городе. Юлия Васильева, Евгений Раков и Виктор Ларичев. Вести Петербург. Из Ленинградской области.